Как связано Шаранагати и третий стих Шикша, это же про одно и то же. Еще могу сказать, что вот это вот Шрадха, Шрадха, мы говорим, вера, учим. Шрадха и Шаранагати это одно и то же. Просто более подробно объясняется, более подробно. И вот этот стих Тринатопису Ничинал, он описывает как раз смирение, как раз отказ от ложного эго. Что означает быть ниже, чем Солома? Помните, ниже, чем Солома? Обычно люди выше, чем Солома. Так спрашиваешь, ты кто? А я вот Наполеон, Бонапарт. Так ты же просто полик. Какой ты Наполеон. Нет, нет, видишь моя треуголка. Вот это ложное эго называется. Когда человек много о себе думает, много о себе думает. Теперь, если у Соломы спросить, Солома, ты кто? Что нам скажет Солома? Догадайтесь. Ничего не скажет Солома, сухая, мертвая, там никого нет, там эго нет. Понимаете? То есть есть эго, я там кто-то. То есть Наполеон, это называется ложное-ложное эго. Больное ложное эго. Вот так, больное ложное эго. Здоровое ложное эго. Ну, я не Наполеон, я там кто-то там, строитель. Здоровое ложное эго называем. Ну, ложное эго, здоровое. У Соломы нет эго, там никого нет. А что говорит стих? Ниже соломы. То есть даже мало от эго отказаться, что я тут никто, я даже не солома. Надо обрести истинное эго. Истинное эго. Я вечно слуга Криши. Поэтому ниже соломы в этом тексте означает, что человек отказывается от ложного эго и принимает истинное эго, истинное эго слуги. Это и есть Шаранагати.